Музыка Подготовка к весенне-летнему сезону благоустройства города началась заблаговременно. Коммунальщиками Галуда в этом году уже приобретено необходимое количество расходных материалов для укладки асфальта. Помимо этого приобретено несколько единиц спецтехники для выполнения дорожных работ. Директор городского эксплуатационного линейного управления дорог рассказал Вечернему Магадану о том, как технику готовят к весенне-летнему сезону. Работы проводим у нас с технической обслуживанием номер один, технической обслуживанием номер два. Это регулировка основных узлов агрегатов, замена фильтров, масел, всевозможных технических жидкостей. Готовится на данный момент у нас три асфальт-вукладчика, шесть катков дорожных разной направленности, в том числе и по грантовым дорогам. В этом году финансирование работ по благоустройству столицы Колымы существенно выше, чем в предыдущие годы. На эти средства запланирован масштабный объем работ. Предстоит как значительный ремонт городских автомагистралей, так и небывалая реконструкция дворовых территорий. Под это столице Колымы выделено 170 миллионов рублей. Для того, чтобы осуществить эти грандиозные планы, необходимо обеспечить ГЛУД и подрядчиков всеми необходимыми ресурсами. Сегодня мэр города Юрий Гришан выехал на базу ГЛУДа, чтобы проверить готовность спецтехники. Уже понятны объемы, которые получены в виде дополнительных денежных средств и по программе «Столицу», которую губернатор утвердил, и дополнительные деньги по БКД 2.0. И вот сейчас мы с депутатами рассматривали вопрос плана благоустройства на 2021 год. Но все эти планы сбудутся только тогда, когда вся цепочка будет отработана. Вот сейчас руководитель предприятия нашего ГЛУД Петровича доложил о том, что щебень закуплен, отсев закуплен, битон закуплен, топливо закуплено. Технику мы сейчас смотрим. Та, которая новая, вот у меня за спиной, она пройдет техническое обслуживание и будет готова. Мы работаем не только на себя, но и в том числе на подрядчиков, которые будут выходить, которые могут сделать все, кроме укладки асфальтобетонной смеси. Еще дворовых территорий, 170 миллионов, это дворовых территорий, это огромные на самом деле денежные средства. И очень напряженное будет лето. Хотелось бы, чтобы у нас так вот все как бы и сработало, чтобы никто ни в чем не подвел. Уже в мае планируют начать с работ по точечному ремонту дорожных ям жидким асфальтом. Как только позволят погодные условия, начнется кампания по благоустройству. Все подготовительные работы, по словам главы города, выполнены. В Галуде отметили, что есть некоторая нехватка кадров и сейчас ведется набор сотрудников. Традиционные для муниципалитета городские конкурсы «Меценат года» и «Человек года» стартовали в областном центре. Развитию благотворительности и общественному признанию заслуг в этой сфере призван способствовать ежегодный конкурс «Меценат года». Участие в нем могут принять юридические и физические лица, оказавшие в течение 2020 года благотворительную помощь некоммерческим организациям, реализующим общественно значимые проекты, программы, поддержку социально незащищенным категориям населения, а также принявшие участие в решении экономических, экологических и других социально значимых вопросов областного центра. Эта награда вписывает имена наиболее талантливых и известных горожан в почетную летопись столицы Колымы. В данный момент проводится прием заявок на оба конкурса. Он продлится до 24 мая. Уже активно участвуют в конкурсе трудовые коллективы, общественные организации. Мы с удовольствием ждем всех тех, кто еще заявку не подал. Мы принимаем заявки в Управление по делам молодежи и связем с общественностью мэрии города Магадана по адресу улица Горького, 16, кабинет 401 и 406. Премия органов местного самоуправления «Человек года» вручается магаданцам за особые заслуги и высокие достижения во всех сферах деятельности, способствующие укреплению авторитета города в России и за рубежом. Главному лауреату решением конкурсной комиссии вручается также денежная премия в размере 50 тысяч рублей. По всем вопросам, связанным с участием в конкурсах «Человек года» и «Меценат года», можно обратиться по телефонам 200-734 и 200-736. Положение о конкурсе размещено на официальном сайте мэрии города Магадана. magadan.49gov.ru На Колыме полицейские подвели итоги акции «Должник». Стражи порядка предупреждали об ответственности за неуплату административных штрафов. Согласно КОАП РФ, оплатить штраф нужно не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Если человек этого не сделает, материалы направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания. Составлялись административные протоколы за несвоевременную оплату административного штрафа, а также взыскивались штрафы в принудительном порядке. В период проведения ОПМ было наложено 57 административных наказаний в отношении лиц, своевременно не оплативших штрафы по части 1 статьи 20.25 и взыска на 76 административных штрафов на общую сумму 53 тысячи рублей. Сотрудники ведомства убедительно просят жителей и гостей Колымы соблюдать нормы федерального законодательства и своевременно оплачивать административные штрафы. Если возникнут вопросы об оплате, обратиться можно в ближайший орган внутренних дел. В молодежном центре прошел голоконцерт «Студенческая весна СВГУ-2021». Все факультеты и институты вуза представили свои лучшие номера – песни, танцы и даже чтение стихотворений. 80 наиболее талантливых студентов показали 25 выступлений, которые отобрали жюри. Студенты дорвались до сцены. Всю прошлую неделю они гремели в СВГУ. Ну а сегодня лучший из лучших на галоконцерте. Здорово, что сегодня будут награждены самые лучшие номера. Отобраны участники на весну областную. В общем, должно быть супер, потому что студенты у нас классные. Несмотря на волнение перед выступлением, студенты справились на ура. В отделении по вопросам миграции ОМВД России по городу Магадану прошла акция «Госуслуги. Это просто». Все граждане, посетившие учреждения, были уведомлены о предложениях, которые реализуют только при использовании портала государственных услуг. Так, например, в случае замены паспорта при подаче заявления через интернет-сервер, гражданину предоставляется скидка в размере 30% на оплату госпошлины. В рамках этой акции проходили процедуры предоставления государственных услуг гражданам Российской Федерации по регистрационному учету, по документированию паспорта гражданина Российской Федерации, а также добровольной доктейлоскопической регистрации граждан Российской Федерации. Также специалисты отметили, что воспользоваться порталом госуслуги может только гражданин Российской Федерации. Предоставляемый спектр услуг позволяет ускорить получение документов и справок. Плюсом портала является его круглосуточная доступность. Работа с сайтом www.3wgosuslugi.ru позволяет организациям минимизировать очередь, а гражданам ускорить процесс оформления того или иного документа. В павильоне парка «Маяк» сегодня открылась выставка «Пасхальный сувенир. Народные весенние обычаи. Развлечения, подарки». Выставка организована музейным комплексом города Магадана в рамках выставочного проекта «Городу Мореохотского». Экспонаты связаны с русскими народными весенними обычаями, развлечениями и подарками. К таким праздникам, как Благовещение, Вербное воскресенье, Пасха, Красногорка и Радонец. Открыли выставку под сопровождение народных песен, которые исполнил ансамбль «Рассвет Магадана». Вот уже в четвертый раз в павильоне парка «Маяк» открываются уникальные, на наш взгляд, выставки, которые мы создаем не только при помощи и на основе музейных наших фондов, а скорее на основе тех фондов и тех великих семейных, которые предоставляют нам жители нашего города. Это необычный проект еще и в том смысле, что экспонаты будут все прибавляться, потому что предусмотрены мастер-классы, на которых будут, собственно говоря, и создаваться некоторые экспонаты. На выставке представлены репродукции произведений живописи и открыток, коллекция расписных яиц и колокольчиков, коллекция книг из библиотеки имени Пушкина, а также воспоминания о праздниках весны из личных записей Вадима Козина. Еще каждому посетителю откроют секрет приготовления классической Пасхи. Выставка продлится по 16 мая включительно. Вход свободный. Продолжение следует...